Время новостей о самых важных и актуальных событиях, которые произошли в Украине и в мире. Сегодня в прямом эфире рассказываю я, Андрей Джуджула. Добрый день. Нарастить добычу газа и вывести нафтогаз Украины из убытков – это главные приоритеты для нового руководителя национальной компании. Юрий Витренко на посту главы нафтогаза дал первую пресс-конференцию. По его словам, в последние годы сокращались объемы добычи топлива. По итогам прошлого года компания понесла убытки впервые с 2015 года. Увеличение собственной добычи в Украине позволит снизить рыночную цену на газ и, соответственно, суммы в платежках потребителей, отметил Витренко. К сожалению, в прошлом году нафтогаз стал убыточным в определенной степени неожиданно для правительства, которое еще в конце прошлого года утверждало финансовый план со значительной прибылью нафтогаза. Учитывая это, правительство предоставило из госбюджета нафтогазу компенсацию в сумме более 32 миллиардов гривен. Задача, которую ставило правительство, ставило государство перед национальной компанией Украины. Это улучшит результат работы. И я рассчитываю на то, что уже в этом году мы продемонстрируем совсем другие положительные результаты работы компании. За самостоятельную установку счетчиков на тепло потребители смогут получить компенсации. Кроме того, пересчитают тарифы на тепло и воду. И для некоторых категорий потребителей они снизятся. Президент Украины подписал закон о новом механизме установления цен на коммунальные услуги. Одно из важных положений документа – это внедрение публичных договоров о поставках услуг. Для потребителей это станет гарантией качества. А коммунальные предприятия смогут улучшить свое финансовое состояние. В отдельных районах Донецкой области оккупационные администрации намерены выявлять и забирать так называемую бесхозную недвижимость. В первую очередь речь идет о квартирах, домах и земельных участках, чьи хозяева уехали из региона в 2014 году. При этом, как рассказала исполнительный директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, информацию о якобы бесхозной недвижимости могут предоставить оккупационным администрациям все желающие. По нормам данного документа, данного указа предусматривается очередной порядок захвата и райдовства имущества, которое будет объявлено, так скажем, бесхозяйственным. Это касается и квартир, и домов, и участков земельных. Предполагается, что будет собрана определенная база, которую информировать могут также и любые источники информации, граждане о том, что есть якобы бесхозяйственное имущество. Киевская и Николаевские области с 1 мая переходят из красной в желтую карантинную зону. Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ранее Госкомиссия разрешила ослабить карантин и в столице. В частности, откроются непродовольственные магазины, торгово-развлекательные и спортивные центры. А в общественном транспорте отменят спецпропуска. За минувшие сутки в Украине подтвердили 10 072 новых случаев заболевания. Умерли от осложнений 307 пациентов. Побороли болезнь 20 192 украинца. Митинг против пророссийской позиции президента состоялся в столице Чехии. На Вазловской площади собрались около 10 тысяч человек. Они развернули флаг Украины и бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции в знак солидарности. Люди держали плакаты с антироссийскими лозунгами и призывали Милоша Земана покинуть президентский пост. Две недели назад между Чехией и РФ вспыхнул скандал. В Праге заявили, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складах боеприпасов 7 лет назад. После этого страны взаимно выслали дипломата. Президент Чехии усомнился в причастности Кремля к взрывам. Безопасность станет одной из ключевых тем во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкина в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода». Прежде всего, безусловно, мы будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я бы сказал, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания. Министерство иностранных дел Украины выразило соболезнования в связи с гибелью людей на севере Израиля. Накануне в результате давки, возникшей в ходе религиозного праздника, 44 человека погибли. Еще 150 получили ранения. Рассматривается несколько версий произошедшего. По одной из них, паника в толпе и толчия началась после того, как некоторые участники праздника подскользнулись на ступеньках. И пошла цепная реакция. Согласно другой, давка возникла после обрушения трибуны. Я был там. Внутри было многолюдно. Там было от 60 до 70 тысяч человек. Двигаться было некуда. И люди начали падать на землю. Многие падали на землю. Мы стояли, ждали наших друзей, собирались зайти внутрь и внезапно увидели, как мимо проходят парамедики. А затем одна за другой начали ехать машины скорой помощи. Тогда мы поняли, что здесь что-то происходит и просто отошли в сторону, пока машины скорой помощи въезжали и выезжали. Ситуация на киргизско-таджикской границе стабилизировалась. Таджикистан и Кыргызстан сделали заявление о прекращении конфликта. Стороны договорились прекратить боевые действия, отвезти войска и технику и начать переговоры по стабилизации обстановки на приграничных участках. Ситуация обострилась накануне. Между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обменялись обвинениями в эскалации конфликта. По данным Минздрава Кыргызстана, число пострадавших с киргизской стороны достигло 134 человек. 13 погибли. Данных из Таджикистана пока нет. Между Кыргызстаном и Таджикистаном регулярно происходят пограничные конфликты. Страны разделяют около тысячи километров границы. Из них обозначены только 580 километров. Остальная часть считается спорной. Самый длинный подвесной пешеходный мост в мире открыли в Португалии. Он имеет длину 516 метров и находится на высоте 175 метров над рекой Паева. При каждом шаге конструкция немного покачивается. На ее возведение ушло около двух лет и больше двух миллионов евро. Мост расположен в геопарке Орока на севере страны, входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные власти надеются, что это поможет привлечь туристов. Признаюсь, я немного боялся, но оно того стоило. Это непередаваемый и уникальный опыт. Очень рекомендую. Чувствуешь выброс адреналина, когда ты находишься так высоко. Ощущаешь, как трясется мост и видишь реку внизу. Невероятно. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником. По этому случаю глава государства подписал указ о награждении 11 защитников украинской границы. Напомню, Государственная пограничная служба Украины начала свое существование в 2003 году в результате реформы на базе реорганизованных пограничных войск. Сегодня отечественные пограничники подчиняются непосредственно президенту Украины. Их численность составляет более 50 тысяч человек. Пасха на линии соприкосновения. Ее ждут и празднуют все украинские военные, независимо от вероисповедания и принадлежности конфессии. Те, кто уже вернулся домой, вспоминают о в окопах пасхальная выпечка и пасхальные яйца, всегда напоминали о доме и объединяли. Своими воспоминаниями военнослужащие поделились с Натальей Гусак в новом материале нашего цикла «Пасхальные традиции». На Днепровском хлебозаводе уже несколько дней круглосуточно выпекают пасхи. Часть из них передадут на линию соприкосновения. Прямо в пекарне священник проводит обряд. Как такие же пасхи в 2015 году привозили волонтеры и капелланы на линию соприкосновения, хорошо помнит офицер запаса Виктор Ажогин. Такие праздники, они объединяют людей. Еще больше объединяют. А это такой праздник. Он родной для всех. Шесть лет назад Виктор командовал подразделением, которое базировалось под Мариуполем. Говорит, все его подчиненные, независимо от возраста и вероисповедания, ждали Пасху с нетерпением. Этот праздник всегда напоминал о доме. Вспоминаю больше всего, знаете, когда нас провожали в Мариуполь. Пришел батюшка, каждого осветил, каждого поцеловал буквально. И это нас, наверное, спасло. На войне, вы знаете, одна нация у всех. Просто защитник Отечества. О пасхальных днях в окопах вспоминает и Сергей. Он служил в Донецкой области в секторе Б. Я сам помню, когда разносил своему подразделению на посты, с такой большим кошиком ходил. И каждому выдавал там Пасхи, смоколыки. Все, естественно, радовались. Сергей рассказывает, в его подразделении были парни со всей Украины. И православные, и католики. Но Пасху всегда отмечали вместе. Особенно никто не говорил о каких-то конфессиях. Православные, католики и так далее. То есть все праздновали праздники вместе, дружно. Естественно, были благодарны всем тем, кто помогал. Помогал и капеллан Дмитрий Поворотный. Священнослужитель Православной Церкви Украины говорит, принимал всех, кто обращался к нему за духовной помощью. Мы не разделяем. Вот этих поздравляем, а этих не поздравляем. Мы всех поздравляем с праздником Христового Воскресения. Единство там, оно существует. И это единство, они объединены не по религиозному признаку, да. Они объединены именно, знаете, чувством справедливости и правильности того, что они делают. Защищают родину. Защищают батьковщину. Уже на днях капелланы, которые восьмой год сотрудничают с военными подразделениями на линии соприкосновения, снова поедут на передовую, чтобы поздравить военнослужащих с праздником и передать им Пасхи. А также надеются, что на пасхальные праздники будет соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Наталья Ягусок, Владимир Штунгелов. Новости Украины. Больше новостей ищите на наших сайтах, а также на наших страницах в соцсетях. Это были все новости к этому часу. Информационный вечер уже с вами продолжит мой коллега. Я желаю вам от себя лично достойной, с легкостью пронести все тягости Страстной Пятницы, разговеется в воскресенье и прекрасных вам пасхальных выходных. Всего доброго.